Выросшая на Лиговке, дочка прачки Нюра Павлова никогда своего отца не знала. Замкнутая, молчаливая, будущая великая балерина покорила экзаменаторов Петербургского балетного училища именно своей грациозностью, ну и еще, пожалуй, музыкальностью. Она уже тогда неистово танцевала, будто бы чувствовала, что век ее, увы, недолг. Ей было суждено стать символом русского классического балета при жизни. Она принимала участие в первом русском сезоне Сергея Дягилева, и успех был просто грандиозным. Покинув Россию навсегда в 1912-м, Анна никогда не забывала о том, что она русская балерина, и не забывала своих великих учителей Павла, Герда, Александра, Облакова и Катерину Вазе. В голодные революционные годы Павлова посылала из Англии продуктовые посылки артистам Мариинского театра. Всем, поименно. Не понаслышке знала слово «нужда». Прославленный умирающий лебедь на музыку Камиля Сан-Санцева увековечила ее имя, а сила воздействия танца этой балерины на зрителя не слабела до конца ее дней. Хрупкая и болезненная, гениальная Павлова сильно простудилась в поезде, который шел в Амстердам. Королева Нидерландов Вильгельмина направила к ней своего персонального лечащего врача. Диагноз был плеврит. Ее можно было спасти, ей была необходима срочная резекция ребра, чтобы отсосать скопившуюся жидкость, но это ставило приговор на ее дальнейшей карьере. Павлова отказалась. Танец был всей ее жизнью, и жизнь без танца ей была абсолютно не нужна. 23 января 1931 года в Гааге великая балерина ушла. Хотя нет, нет, она не ушла, она словно бы улетела, превратившись в легенду. Хотя ею она стала еще при жизни. Приготовьте мне костюм лебедя. Таковы были последние ее слова. Это, по сути, известные факты биографии великой балерины, но мне хотелось бы напомнить вам о кое-каких фактах, менее знакомых широкой аудитории. Ну вот, к примеру, знаете ли вы о том, что балерина участвовала в студенческом восстании 1905 года. Осенью 1905 артисты балет в самом деле устроили забастовку. Требовали административного самоуправления. Хотели сами выбирать людей, которые бы отвечали за жалования, получать право голоса во время работы над сценическим образом. Комитет забастовщиков возглавили будущие звезды русских сезонов. Анна Павлова, Михаил Фокин, Тамара Корсавина. Но глава дирекции императорских театров пригрозил бунтовщикам наказанием и заставил балетмейстеров и артистов подписать бумагу, в которой они подтверждали свою лояльность к правлению. Анна Павлова никогда не была замужем. Да, у балерины был постоянный спутник жизни, импресарио Виктор Дандре, с которым они познакомились в 1904. Некоторые современники были абсолютно уверены, пара обвенчалась, но просто сделала это тайно. Но Павлова утверждала, что замуж она не собирается. Дандре же написал книгу воспоминаний, где привел такие слова возлюбленной. Теперь я хочу ответить на вопрос, который мне частенько предлагают, почему я не выхожу официально замуж. Ответ очень простой. Истинная артистка, подобно монахине, не в праве вести жизнь, желанную для большинства женщин. Она не может обременять себя заботами о семье, хозяйстве и не должна требовать от жизни тихого семейного счастья, которое дано большинству. Совсем другое дело дружба. Анна Павлова дружила с Александром Вертинским. В 1925 он переехал в Париж, где прожил после этого чуть менее 10 лет. И вот за эти годы успел познакомиться и сдружиться со многими российскими знаменитостями, в числе которых была и Анна Павлова. Иногда они вместе ужинали, а как-то раз певец учил балерину танцевать танго. Павлова и Вертинский частенько вели откровенные беседы. Говорили об Англии. Она рассказывала о своем доме в Лондоне, о парке, о пруде с лебедями, о газоне, который стригут дважды в неделю. И вдруг замолчала. «Вы тоскуете по России?» — тихо спросил я. «Ужасно, мой друг, ужасно! До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния тоскую! Я мерзну в этой холодной и чужой стране!» — тихо сказала она. Все, не задумываясь, отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или под Петроградом. Когда-то после увиденного танца Павловой маленькая норвежская девочка произнесет «Ее танец как прекрасная мечта, которая не сбудется». Эту девочку звали Соня Хейни и впоследствии она стала величайшей фигуристкой 20 века, трехкратной олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. А Анна Павлова? Анна Павлова все-таки осталась. Осталась в памяти, осталась в танце. Легендарная и незаменимая. Субтитры создавал DimaTorzok